Почему морковь вырастает кривая, неровная, маленькая или потрескавшаяся? Что нужно знать, чтобы избежать таких неприятностей и вырастить хорошую и ровную морковь? Из-за чего морковь получается кривой? Первая и самая главная причина в земле. Что-то мешает моркови расти. Возможно, почва на грядке плотная, жесткая. Или земля неравномерная, попадаются камни или много корней сорняков. В такой земле морковь при росте упирается в препятствия и начинает деформироваться. Так и получается кривая, уродливая морковь. Поэтому земля на грядке для моркови должна быть рыхлой и равномерной. Либо хорошенько перекапывайте почву на глубину штык лопаты, или постоянно хорошо мульчируйте грядку. Тогда почва будет рыхлой и без сорняков. Вторая причина повреждения корней моркови при росте. Это происходит при прореживании и рыхлении молодых всходов. При прореживании, выдергивая всходы, повреждаются корни соседних морковок. Лучше лишние всходы прищипнуть или отрезать. Тогда прекратится их рост, а корни соседних молодых морковок не пострадают. Или сажайте морковь способами без прореживания. Например, очень удобный и простой способ с упаковкой из-под яиц. Семена сеются через упаковку, как через воронку, в малом количестве, на нужном расстоянии. Очень удобный вариант, попробуйте. А чтобы не навредить молодым всходам при рыхлении, нужно рыхлить не очень близко к корням, или заменить рыхление на мульчирование грядки. Вторая распространенная неприятность – это потрескавшаяся морковь. Почему это происходит? Первая и самая основная причина – поздно собран урожай моркови. Морковь перезрела и поэтому потрескалась. У моркови есть срок созревания, и после него она уже не растет, а только портится. Морковь не станет крупнее того, что просидит дольше на грядке. Нужно следить за сроками созревания и вовремя убирать урожай. Сорта и сроки у моркови бывают разные, поэтому не выкидывайте упаковку из-под семян после посева. Сохраните упаковку, чтобы в любой момент можно было посмотреть время сбора урожая. И вторая причина, по которой трескается морковь – когда в течение роста были резкие перепады влажности и сухости. Сильная засуха, потом сплошные дожди или в жару сильно заливается грядка. Поэтому в зависимости от погоды нужно дозированно и своевременно поливать. Или от перепадов и капризов погоды защитит мульча на грядке. Еще изобилие влаги портит морковь. Не увлекайтесь чрезмерными поливами в жару. Бабушка моего мужа, как одержимая, каждое утро поливала грядки. И у нее никогда не было хорошей моркови. Морковь – это корнеплод. И корень должен расти, вытягиваясь в глубину за влагой. А при частых поливах морковь, как говорится, начинает жиреть. Корню хорошо в верхнем слое, и он перестает расти дальше. Так и получается короткая плохая морковь. Учитывайте эти факторы, и у вас всегда будет хорошая и ровная морковь. Изобилие вам, друзья, и богатых урожаев! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!